Прошу к слову Комлеву Марию Андреевну, директора школы на господин Охудееве города Москвы, Народного учителя России. Если из меня что-то и получилось, то всем я обязана своим первым шагам. Был призыв ЦК Комсомола, врачи и учителя на село. Думаю, кто если я, Комсомольец, да, когда, если не сейчас. И я рванула в далекую сибирскую деревню. Но какая публика работала в этой школе? Вы понимаете, вот от того, в какой коллектив попадает учитель молодой, таким он и будет. Вот я пронесла этот урок сельской школы через всю свою жизнь. У меня тут как политическую сеть. Я говорю, профессор, я вас должна разочаровать. Перед вами деревенская баба. Я сельский учитель, чем очень горжусь. Я приезжаю с ним вместе в Москву. Мне дают школу. Элла, и так она знает, 102-я школа. Почему она знает? Потому что слева школа Мильграмма, 45-я. Это школа, выпускники которой пополняли ряды творческо-интеллектуальной элиты России. Справа вот школа, где ее директор был Лингеров, потрясающий хозяин. Потом школа 625-я, школа Академии Педнаук. И все вокруг мое. Я захожу в школу, где везде слово из трех букв, но не мир. Вы знаете, я глубоко убеждена в двух задачах директора. Первое. Это, конечно, создание атмосферы нетерпимости к хамству и грубости старших относительно учеников. Наши учителя знают, сколько было... Вот 40 лет я в московской школе, и все равно каждый педсовет я говорю. Недоброе отношение к детям я рассматриваю как должностное преступление. Тогда не надо работать в школе. Москвичи далеко ездят, устают в транспорте сейчас и так далее. Но ты не имеешь права все это как-то переносить на ребят. Только добро! Наш психолог провела анкетирование. Кто формирует имидж школы? Школа общеобразовательная. Средняя общеобразовательная школа. Но можно я похвастаюсь? В рейтинге МВУ мы заняли второе место. В качестве поступлений обогна 1517 московских школ. Лицей передал 16. Гимназия Железновского 14. А у нас 41 выпускник стал в один год студентом МВУ. Всех факультетов, начиная с факультетов фундаментальной медицины, кончаемых матом, БМК и так далее. И мы решили анкету такую запустить ребятам. Кто формирует имидж школы? Шестиклассники пишут. Учителя. Ну где-то там директор. Директор есть. И тетя Рита. Точка. Тетю Риту надо повысить в должности. Точка. Купить ей новый пылесос. Тетя Рита няня на первом этаже. Наша школа очень переполнена. У нас по 4 класса в параллеле. И маленькая раздевалочка не позволяет нам иметь сменную обувь. Тетя Рита запустила 10. Уже отрёт. Уже отрёт. Уже отрёт. Уже отрёт. Почему тетя Рита не позволила себе ни разу ни на кого повысить волосы? Она говорит, Лёша, ты знаешь, как Гельмут не любит физик? Гельмут Глеклер немец. Он такой педан, знаете, шаг влево, шаг вправо, попытка бесса. Ты давай мне курточку свою я вот сюда повешу. Если забудешь, подойдёшь ко мне. Скажешь, беги, а то Глеклер тебя не пустит на уровень. И так доброе и уважительное отношение к ребёнку. Только так умение за что-нибудь его поощрить. Сказать ему спасибо. Мы говорим сейчас о портфолио. Важно, будет ли смотреть там МГУ на это портфолио, не будет ли. Но ребёнок должен знать, что его успехи отмечены. Что его успехи замечены. Обязательно. Это надо делать обязательно. Не делайте из детей марионеток. Мы все кукловоды, к сожалению. Мы под себя. Им тоже выразиться. Понимаете? Это очень важно. Они, я ещё раз, я с вами абсолютно согласна, они намного... Мне кажется, я видела это. Те двоечники, троечники, которые вдруг приходят, они раскрываются. Они зашоренных вот этих отличников, которые тянутся вот за эти пятёрочки, они намного интереснее. Они так раскрываются. И потом, знаете, они приходят, учителя, ох ты, Сидоров, у меня так, к примеру. Ты, оказывается, ну он какой, да я вот такой. Ты начинаете учителем уважать этого Сидорка, который он в дневнике. И у нас через 10 лет сформировалась общая и единая программа, которую мы его назвали «Гармония и Толерантус», в рамках которой мы сейчас преподаем следующие курсы, начиная с первого класса. В первом классе преподавательство куклотерапии, в втором сказкотерапии, в третьем арт-терапии, в четвёртом игротерапии, в пятом классе, в шестом и седьмом классе саморегуляция, в седьмом классе самосовершенствование, в восьмом, в восьмом классе назовершенствование, в девятом классе имеджиологии, начиная с и курска фриктороптерапии, в десятом вариалогии, продолжает сокурска фриктороптерапии, и один watching все и продолжают сокурс к фриктороптерапии. Все это предметы, предметы, конечно, преподают истории религий, мировых религий, преподают мировая художественная культура, преподаются специально программы нашей дакистанской, тайсанский единство согласия у нас есть научного штангера мы научный поиск ведем известных людей и не в человечество но все это все это все это конечно сказывается на нас и сказывается на самых же дети или интуитивно правильный использование за этих законов природы человек делает изобретение результате это возрастает техническая технологическая оснастка нашей жизни она становится удобной комфортной проявляется больше возможности у человека гератичного рода время проводить отдыха отличения с развиванием прочь все это мы называем совершенствование материальной сферы человеческой жизни фактически материальности не совершенствовать не может она меняется появляться лишь летели продукты которых роженив в совершенствовании соль беш-соль верой совершенствование с полной мере может даться только духовность сферы сознанию человека обсуждать об основе изменение сознания держат знания знания духовно-нравственной сферы и знания материальной сферы вернее природы знание природы необходим для сохранения развития тела материальной жизни на них было на нас и на нужны для вставки человека решение долга богом это процесс невозможен самопознание самопознание человек от души как счастливе бога семейный учитель здоровья работаю с детьми астматиками бронхитиками наш город магнитогорск один родился а кто родились один в общем-то здоровый на старте жизни медики наши подтверждают эмото как раз утверждает да мы на 75 процентов из воды что сказали то и пошло как если вода откликается на окончание давайте сделаем дети или делайте идет приказ и снежинки разрушается если на мать тереза снежинка красивая а если ты дура ты дурак естественно разрушается это дети реагируют моментально не важно ты слайд показал или нарисовал снежинку на доске я сам тренер преподаватель закончил московский физкультуры наши непрестижные предметы мы так примерно знаем физкультура уже сила есть в магнитах вот на примере бжд высшей школе у нас глобальные проблемы есть от здоровья экологии науки в это промышленной комнате социальное неравенство народов и в конце пару проблем отсутствие ценностных ориентиров человечества куда идем и куда летим на планете земля на шесть с половиной миллиардов кстати 50 процентов населения земли голодает а 7 процентов неграмотно это тоже нам надо кстати знаки помнить и поэтому оказывается возможно мы показали в данном случае как раз ценностные ориентиры а раз ценностные ориентиры и куда летит само человечество до 2000 с гаком лет и еще не примирела ни одна религия и кстати историком информация для размышления историков историки же посчитали совершенно точно ни один день человечества и все цивилизации не жили в мире локальные или мировые войны и тут это же тоже о многом говорит вот и разворачиваю на гуманную педагогу